Обычно мы гневаемся, когда думаем, что не получили то, что хотели. Дотем есть жадность. Можно ли удовлетворить людскую жадность? Нет. Дотем иллюзия, безумие и железь. Все друг другу завидуют. Господь Читания говорил, что до тех пор, пока в сердце зависть, Кришна там не поселится. И до тех пор, пока на нас оказывают сильное влияние Тянадхи, нам не так-то легко служить Господу. Как же избавиться от этих Тянадхи? Принять истинного Духовного Учителя и служить Ему с любовью и преданностью. Какова квалификация Духовного Учителя? Вача вегам, банаса крота вегам, дью вегам, мадарапаса вегам. Он должен контролировать свои чувства и ум. И он должен проповедовать послание Господа таким, как оно есть. Тогда он говорит, служи Ему с верой и преданностью. Что значит служить Духовному Учителю? Каково желание Духовного Учителя? Он хочет осуществить миссию Господа. В чем миссия Господа? Какова миссия Господа? Вернуть к себе обусловленные души. Чесарев Махар Пабху once went to Харидаса. Харидас, tell me! How will all these явна be saved? So, Харидас said, Харидас, do not worry. By chanting the Holy Name, these явна will be saved. So, the Lord's mission is to reclaim the conditioned souls. So, that is to help achieve the mission of the Lord. So, whatever one has, abilities, skills, possessions, one uses it in service of the Lord. And in the association of devotees, one serves the Lord. To also, the Lord. So, this principle, for spiritual association, is very important if we want to succeed spiritually. That's why the Scriptures recommend spiritual association. Именно поэтому Писание рекомендует духовное общение. Нужно воспользоваться тем благом, который дает духовное общение. И получить это общение мы можем разными способами. Первый способ — это изучать книги. Когда вы читаете и изучаете эти книги, у вас есть возможность общаться с великими Ачариями, с Кришной и читать их наставления. И также получаете общение с Шилой Прабхупадой. Это одна из форм общения, духовного общения. Затем вы можете общаться с преданными в храме. Вы приходите на воскресные программы, на праздники. Затем есть бхакти-врикши, намахаты, различные другие программы. Воспользуйтесь благом духовного общения. Вы можете общаться с теми, кто находится на более высоком уровне, чем вы. Вы можете общаться с равными, и с теми, кто находится на более низком уровне. Когда вы имеете возможность общаться с человеком на более высоком уровне, нужно радоваться этому. Потому что в обществе такого преданного у вас есть возможность услышать то, что поможет вам в духовной жизни, и то, что поможет вам преодолеть влияние Анард и развить вдохновение в духовной жизни. Бхагаватам gives an example. Just like peacocks, when they see the clouds for the first time in the rainy season, they dance in exercise. В Бхагаватам приводится пример, говорится, что это сородни тому, как павлины с наступлением сезона дождей начинают радостно танцевать, когда видят первые облака дождевые. И когда вы общаетесь с равными, нужно развивать дружеские отношения. Что же значит дружеские отношения? Это означает, что вы должны друг друга вдохновлять в духовной жизни. Вы должны вместе служить. Повторяйте пять седьмое имя. Читани Мухапрабху, когда он начался в движении Санкиртана, он посылал своих преданных проповедовать парами. И одной проповеднической парой были харидас и нитянанда. Представляете, какая сильная команда была. И когда вы встречаете кого-то, кто стоит на более низком уровне в духовной жизни, вы должны проявлять сострадание. Так Прохладма Хараджи говорит, основываясь на тех поставлениях, которые получил от Нарада Уни, что в обществе преданных, в обществе святых людей, человек должен служить Господу. Вот что Барупада создал, это международное общество сознания Кришны. Представляете, насколько труднее вам было бы духовной жизнью жить, если вы были одни? Если вы были бы одни, без преданных, и пытались практиковать сознание Кришны, было бы легко? Теперь есть такое замечательное духовное общество, куда бы вы ни поехали, вы можете встретить преданных, и вместе с ними развиваться в духовной жизни гораздо проще. Иногда, когда мы находимся в обществе преданных, мы перестаем ценить это общество преданных. Правда? Мы говорим, что у этих преданных столько недостатков, и мы становимся критичными. Парупада говорил, что преданных должен, прежде всего, видеть хорошее во всех других людях. И так не должно поклоняться Господу, прославлять Его в обществе преданных. И служить Господу в обществе преданных гораздо легче, чем в одиночку. Однажды, один преданный из африканской страны приехал в Бабей, чтобы встретиться со Шилой Парупадой. Это было в 1975 году. И он стал перечислять Шиле Парупаде разные достатки преданных живущих в храме. Парупада, тем не менее, вдохновлял Его продолжать оставаться в обществе преданных. Но он все равно продолжал приводить разные аргументы против этого. Он просил Шилу Парупада сделать хижину в Майкоре и целый день в одиночестве повторять святое имя. И он там несколько дней поповторял мантру, потом исчез. Итак, в обществе преданных мы должны повторять святое имя, слушать, читать, общаться и служить. Если же, конечно, у вас такая ситуация, что вы по каким-то обстоятельствам лишены общества преданных, допустим, вы работаете в каком-то городе, где нет преданных. Но это, конечно, другая история, другая ситуация. Но, в целом, когда у вас есть возможность выбора, всегда старайтесь быть обществу преданных. Рупа Госвами описывает шесть рас, шесть видов уголовных отношений между преданными. Первое — это открывать свою более возвышенную преданность. Поэтому, когда вы находите общество преданных, вы должны делиться своими сомнениями, открывать свой ум от тем преданным, которые стоят на более высоком уровне. В многих храмах у нас действует система наставников, когда более старшие преданные, выступая в роли наставников, помогают молодым новым преданным в духовной жизни. Это как раз то, о чём говорит Рупа Госвами — открывать свой ум, преданным стоящим на более высоком духовном уровне. И следующий принцип — это принимать от них наставления. Нет смысла раскрывать свой ум и задавать вопросы, если вы не готовы потом следовать этим наставлениям, которые вы получите. Поэтому принимайте наставления от тех, кто стоит на более высоком духовном уровне. И в этом смирении, когда вы готовы к тому, чтобы вас поправляли на каждом этапе вашей духовной жизни. Смирение не означает, что вы просто тихо и шепотом говорите. Смирение означает, что вы готовы к тому, чтобы вас исправляли, чтобы вас направляли. Одним из признаков смирения также является то, что человек всё время задаёт вопрос, от чего мне ещё нужно избавиться? От чего благоприятного? Мы всё время должны спрашивать, от чего неблагоприятного? Нужно избавиться мне для того, чтобы духовно расти? Если нам нужно от чего-то отказаться, то нужно без колебаний это делать. Рупа Гасвами говорит, «Дорогой друг, какую бы цену тебе не пришлось заплатить за то, чтобы стать сознающим Кришну, пожалуйста, не торгуйся, не думай, не сомневайся, заплати любую цену, но обрети сознание Кришны». Итак, открывайте свой ум при настоящем на более высоком духовном уровне. Часто у нас есть сомнения насчет того, стоит ли нам открывать свой ум. Почему? Почему? Мы говорим, «О, тогда он поймёт, насколько я ещё зелёный неофит». Или мы боимся, что он против меня это будет использовать. Если какой-то старший преданный использует эту информацию, в результате того, что вы открыли свое сердце, то это неправильное поведение. Если кто-то обращается к нам за поддержкой, за наставлениями, мы должны помогать этому человеку, а не так, что мы пытаемся как-то эксплуатировать его и использовать его в своих интересах. Затем, Рупа Касавами говорит, нужно дарить подарки и принимать подарки. Что мы можем дарить? Прецедентное знание. Кришна Прасад. И мы также можем принимать подарки. Что мы можем принимать? 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 еще один принцип есть просад и принимать раздавать просад и принимать просад Затем Прохлад говорит нужно всегда помнить о Верховной Личности Бога как мы можем помнить о Нем Господь очень милостив и приходит к нам в разных образах Кришна хочет, чтобы мы очистились и Он сделал метод таким простым для нас один из способов, которым Он проявляется перед нами, это Святое Имя когда вы повторяете Святое Имя благодаря этому вы можете ощутить присутствие Господа Кришна танцует у вас на языке когда вы повторяете Святое Имя Кришна танцует у вас на языке Затем Кришна приходит к нам в образе различных божеств И так Господь приходит в образе различных божеств И так Господь приходит в образе различных божеств И так Господь также приходит в образе своих желаний Just like Пралад Махарад said My dear Lord, I'm not worried about my own liberation I'm worried about liberating others We're trying to convert a position of distress to a position of comfort Пралад Махарад сказал Дорогой Господь Я не беспокоюсь о собственном освобождении Я беспокоюсь только о благе тех людей которые пытаются в этом мире страданий найти какое-то счастье So, then we have the philosophy The past sense of the Lord The instruction of the Lord to manage it upon So, in the association of devotees By following the instructions of guru-shadhu-shastra one can make spiritual advancement И в обществе преданных, следуя наставлениям Гуру, Садху и Шастер, человек может духовно развиваться. Прохлад Махараса сказал своим друзьям, ваш долг состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны. И это наш первый долг — обрести сознание Кришны. Да, мы все думаем, что это моя дуга, это моя дуга, но моя первая дуга — обрести сознание Кришны. Как мы можем выполнить этот долг, если мы будем развивать себе духовное знание? И дальше Прохлад Махараса говорит, приняв сознание Кришны, мы можем уничтожить невежество. Как говорится, Ом Магьяна Тимирандася. Я родился во тьме невежество, но духовный учитель открыл мне знание, открыл мне зрение. Итак, Прохлад Махараса объясняет, что для того, чтобы духовно развиваться, нужно принять прибежище у истинного духовного учителя и получать от него наставления и следовать им. Ученик должен проявлять достаточную любознательность и должен стремиться к духовному развитию. Нет смысла получать инициацию, если человек не настроен серьезно относительно того, чтобы духовно развиваться. Итак, Прохлад Махараса говорит, что следуя этим принципам, которые мы вкратце описали, человек сможет избавиться от влияния на арт. Прохлад Махараса, как Бхагавадгита Кришна говорит, что Дхеба-и-ша-гвина-май-баба-май-дуратая. Прохлад Махараса говорит, что следуя этой энергии очень трудно преодолеть влияние моей иллюзорной энергии. Но если ты предашь им мне, ты сможешь преодолеть это влияние. И хотя майя сильна, предное служение еще сильнее. И следуя этому методу, вы сможете обрести власть над умом и чувствами. Этот метод, которым мы следуем, это не какой-то новый метод, который недавно был кем-то выдуман. Этот метод следует уже тысячи и тысячи лет. И нам очень повезло, поскольку мы получили этот метод таким, как он есть, в его изначальной чистой форме. И, следуя и занимая себя служением Господу, мы сможем обуздать ум и чувства. Природа трансцендентного звука такова, что можно слушать день и ночь и не уставать. Sometimes people say, don't I get tired, hearing the same names again and again? People ask you that. So what's the answer? Wait, I don't get tired. You breathe fresh air every day. Do you ever say, oh, I had the fresh air yesterday, so I shouldn't do it today? Каждый день вы дышите свежим воздухом. Вы никогда не думаете, oh, я вчера уже дышал этим свежим воздухом. You eat prasad every day. They always say, I've been eating prasad for so many years, now I should take a break. И вы едите prasad каждый день тоже. Вы никогда не думаете, oh, я уже столько лет ем этот prasad, наверное, уже пора прекращать, завязывать с этим. We're so breathing with prasad, we need all day and not get tired. Нет, на самом деле мы так жадно любим prasad, что мы можем целый день есть prasad и не устаём от этого. So similarly, you can chant, hear the philosophy and not get tired. Подобным образом мы можем слушать философию, обсуждать её и никогда не устаем. В нектаре наставление Рупа Госвами говорит следующее. Он говорит, что святое имя Господа сладостно подобно леденцу. И игры Господа также сладки, как леденцы. Но мы не ощущаем сладость святого имени. Почему? Потому что наш язык поражён болезнью Авидии. И это Авидия, это следствие, это неверство, это следствие тех Анард, которые мы сейчас обсудили. И как же избавиться от этой Авидии, если вы будете внимательны повторять святое имя? Как болезнь можно вылечить, если принимать лекарство? Мудрецы описали болезнь, проанализировали её и дали нам способ её объяснения. И этот метод, создание Кришны преданного служения, который представляет преданное движение Сознания Кришны, это авторитетный и проверенный метод, который уже в течение многих тысячелетий помогает людям избавляться от вожделения, жадности, гнева, иллюзии, зависти и так далее. Это проверенное лекарство. Его сам Господь прописал. Ачарии подробно тоже всё описали. И его можно, и этому методу можно следовать в любом месте. И Рупа Господь говорит, «Уцаха нещая дарья», для того, чтобы служить Господу, у нас должен быть энтузиазм, воодушевление. И откуда можно получить решимость? Каким образом можно обрести решимость? Следуя практике баджанакрии. Баджанакрия является следствием изначального желания, аддошрадат, то есть желания достичь высшей цели жизни. И в обществе преданных вы снова и снова слышите о важности Шраванам Киртанам. Шраванам Киртанам — это лекарство от всех ваших болезней и проблем. Если вы станете осознающими Кришну, вы решите все свои проблемы. Но если вы не будете в сознании Кришны, то ваши проблемы будут только увеличиваться. Так в обществе преданных нам постоянно напоминают о важности духовной жизни. Есть ли у вас вопросы? У нас утром лекция немного короткая, вечером будет подлиннее. Гурумхараш, как в Исконе строится система наставничества? Искусственно или она возникает естественно? И каковы начальные признаки наставника? И так и формальным образом и естественным образом возникает эта система наставника. Но неплохо тоже назначать наставников. И мы должны быть готовы принять наставника. Наставник — это что-то вроде старшего брата. Признаки человека, который может быть наставником таковой, он должен быть образцовым, преданным сам. Человек не может быть наставником, если он сам не является образцом для подражания. Он должен быть способен помогать другим направлять их. Он может быть не совсем совершенным, но по крайней мере он должен быть на каком-то определенном уровне духовном. В 5.30, Гурумхараш, с 5.30 до 6.30 здесь будет общий даша или в 5 часов. Что лучше в 5 или в 5.30? 5.00. То есть будет даша и можно будет задавать вопросы, будет такая общая встреча. И затем в 7 часов будет лекция о Адхарате. Как видеть хорошее качество? 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 Пчела ищет всегда что-то хорошее. Мы должны быть подобны лебедям, а не подобны воронам. В чем разница между лебедем и вороной? Куда летят вороны? На помощь. А лебеди куда летят? Иногда нам нравится только плохое, а только недостатки видеть в других. На сентябре мы говорим, Кришна Катху, они заснут. Но если им начать рассказывать о каких-то слабостях и недостатках других преданных, они сразу же просыпаются и сна как не бывало. Они очень внимательно жадно впитывают это нектар. В России тоже так бывает, да? Если вы слышите о каких-то ошибках или слабостях какого-то преданного, то вам кажется это очень вкусным и привлекательным. И когда дело доходит до праджалпы, то вы оживляетесь очень. Мы должны видеть в других прежде всего хорошее. Как на практике проявляется стремление ученика к духовному развитию? Практическое проявление этого желания, то что преданного развивается более сильное привязание к духовному развитию? Я привязанность к Святому Имени. Я развиваю более привязанность к философии. Я развиваю дух смирения. Я развиваю дух смирения. Я желание служить, настроение служения. Я у него сильное желание общаться с преднами. И появляется желание проповедовать. Я хочу идти проповедовать, рассказывать невежественным людям о Боге. И я хочу распространять книги. Я хочу участвовать в программе Воин выходного дня. Об этом мы еще вечером поговорим. И я хочу делать то, что эти сады рекомендуют. Обычно мы хотим делать то, что говорит нам Ун. И это Майя. Я хочу делать то, что я хочу делать. Предание означает, что Вы делаете то, что хочет от Вас Кришна. Есть шесть принципов Шаранагати. И пятый принцип состоит в том, чтобы привести свои желания в соответствии с желаниями Господа. Да. 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 Вопрос насчет лидеров Бхакти Врикши. Могут ли они считаться наставниками? Да. Гуру Махараш говорит. Лидер Бхакти Врикши может быть наставником для членов своей группы. Да. Да. Но это все зависит. Да. Вот Борис сказал, что иногда совсем новые предные выступают в качестве лидеров Бхакти Врикши. Но все зависит от ситуации, конечно. Наставник должен быть по крайней мере старше того, в духовном плане, чем человек, которому он пытается наставлять. Да. Да. Правда ли? Да. Окей. Как материн. Божество не обязательно всем иметь. Если вы не можете как следует служить Божеством, лучше, чтобы у вас не было Божества. Самая главная вещь — это повторять Святое Имя внимательно. Если при этом вы еще можете о Божествах заботиться очень хорошо. Да? Да. Мы о нем вечером будем говорить. Он был секретарем читания махабров. Хорошо. Да? Да. Вы сказали, что нужно открывать сердце. А когда человек открывает сердце, он просто начинает окопаться в себе. И если грязь вылетает, то сам больше беспокоится. Нужно было так открывать сердце. Вы говорили, что нужно открывать сердце, сердце. Но иногда, когда он начинает открывать сердце, открывать сердце, он просто берет все дырты. Он берет все дырты. И потом он становится более pollют. Он собирает все дырты. Он собирает все дырты. И если вы будете просто носить в себе эти сомнения, ни с кем не будете этим делиться, не будете пытаться избавиться от этих сомнений, то, в конце концов, вы просто можете уйти из сознания Кришны из-за этих сомнений. Поэтому лучше, если возникают какие-то сомнения, которые вас беспокоят, мешают вам, нужно задать вопрос, выяснить, получить ответ. У Арджуны было столько сомнений, которые были сомнены. То есть иметь сомнения в этом нет ничего стыдного. Нужно просто стараться должным образом избавляться от этих сомнений. И когда вы будете слушать, то есть если человек спрашивает, к примеру, сомнение поступать так или не поступать так, в отношении предного служения, то это как бы как наставник нужно советовать. А если человек начинает открывать свою… насчет своей греховной деятельности, которое ничего не хочет менять, то нет смысла это слушать. Так ли правильно, Клабир? Я бы хотел бы объяснить. Если кто-то спрашивает вашу предложение, и он хочет решить, если он должен делать одно или другое в Девочном Сервисе, то мы можем ему предложить предложение, если он готов, чтобы это принимать. И если кто-то просто исполняет свою больную активность, но он не хочет менять это в любом случае, то нет, чтобы это слышать. Это правильное понимание? Вы должны только обращаться за советом, если вы готовы принять совет. Если вы думаете, «Я пойду к нему за советом, но если вы думаете, я пойду к нему за советом, но делать буду только следом». Если он скажет именно то, что я хочу, тогда я буду делать то, что я хочу. Но если он скажет мне что-то другое, не то, что я ожидаю от него, а услышать, тогда я, конечно же, не буду это делать. Но если такое настроение, то смысла нет в этом, тогда благо не будет. Есть шутка такая в искон. Разные шлоки для каждого человека. Можно одну и ту же шлоку очень по-разному толковать. Каждый в свою пользу будет ее толковать. Нужно обращаться за советом, с желанием исправиться с желанием, что-то изменить в своей жизни. Окей. Сегодня у нас будет много встреч с преднами. Итак, дальше он будет в 5 часов, потом будет лейце. Окей. Хорошо. Те, кто хотят получить личный дашен, должны записаться во Борише Прагов. Вот он. Сегодня утром утром лекция будет в Афоне. В 7 часов от храма будут автобусы, которые предных повезут на эту лекцию в Афоне. Так что приходите. Еще вопросы какие-то есть у вас? Сейчас будет просад, да, у вас? Я пойду на прогулку читать жабу. Я думаю, это очень хорошо. Продолжение следует...